всем привет добро пожаловать на канал всем хорошего настроения начинаем новый блог и покажу быстро что купила две вот такие кисточки они смотрите какие длинные мне нравится с длинным ворсом на то же время чтобы они не были очень широкими вот эти вот самый распал на четверка если написано а вот четверка да очень похоже на рублев но гораздо дешевле потом пилочки мастер заказала 180 на 240 такие вот тут тоже он 200 штук наверно мы такие 150 это по 50 штук по 100 раньше я брала нету теперь остались по 50 вот еще чё в подарок положил так потом в общем на запрос поступил я вам уже говорила на готические ногти поэтому вот заказала здесь еще цепи здесь пирсинг колечки еще цепи потому что он какие-то черные а здесь они такие видите разноцветные потом бантики сегодня кстати одна клиентка на фон у вас бантики не появились его тут как я как чувствовала появились бантикам такие наклеечки прикольные слайдеры потом такие слайдеры взяла тоже вдруг кому-то на хэллоуин понадобится так здесь нави взяла базу нас она кончилась обрала две штуки и кончилась мы используем в качестве подложки планет ничего в общем взяла еще пакеты 75 на 150 в общем-то и все такая покупка что-то темное или светлое сделаем а френч классический дает белый белая обводка и и цвет сам идеально я отпустила же одну клиентку сегодня у нас воскресенье и так получается что воскресенье у нас мало мастеров потому что одна мастер у них всегда воскресенье выходной мы так договорились но и один выходной среди недели вот другая мастер у нее 22 и так получилось что на воскресенье у нее тоже выпал выходной новенькая мастер у нас еще не в графике и остается только мастер-стажер пока мастер стажер она сейчас тоже была отпустила клиентку ногти у нее уже все лучше и лучше с каждым разом я думаю что со следующего месяца поставить ее на полный прайс вот но вот не знаю может быть делать скидки или нет потому что но чуть-чуть по времени до надолго вот начали 220 сидела вот но ногти делала красивые с учетом того какие ногти принесла клиентках с клюющими ногтями она молодец она подняла клювы она сделала квадраты и ровно выкрасила вот у меня сейчас еще две клиентки и потом будем шкаф собирать с максом вот на данный момент вот такая студия мастер-стажер ушла и я здесь одна я поняла как как я скучаю по ногтям вот какое-то время какое-то время два дня я дома была занималась курсами и вот за два дня я так соскучилась по ногтям у меня здесь коробка гелия нужно тоже выкрасить я вообще хочу все палитры перебрать потому что я сейчас пришла заметила что на моем столе пусто остальное все что было у меня как распределилась по двум другим столам и туда-сюда вот эти вот типсы ходят летают еще в тот раз ребенок тоже было на этими типсами по столу шпарит короче что-то там по обломалась что-то перемешалось и в общем теперь полный кавардак у нас с цветниками я хочу все перебрать заказала уже 66 штук миндалевидных типс 6 пачек и 4 пачки таких вот длинненьких как балерина я их специально для гелей заказываю чтобы у нас гель-лаки были отдельным гели отдельно и еще думаю что придумать для баз потому что у нас как-то путаются гель и базы и хотелось бы базы тоже отдельно выделить и наверное я возьму тоже миндаль но они прозрачные молочные какие есть какие нюдовые и вот это уже такое различие между поэтому это еще не гель но уже и не гель-лак чтобы было понятно вот и теперь думаю как мне сделать так чтобы на разных столах вот эти палитры не перемешивались там может быть на одном столе я буду печатать везде этикетки чтобы они были одинаковые там допустим единичка название гель-лака номер гель-лака что с единичкой это будет начать означать первый стол потом на другом столе двоечка и то же самое и троечка ну как бы сначала подумала взять разные вот эти наклейки чтобы ручкой писать там допустим черные наклейки за одним столом там серебряные за другим золотые за третьим ну к примеру потом думаю но мне не нравится когда вот это написано а еще когда спиртом попадают капельки то ручка растекается вы выглядит уже неопрятно все-таки наклейки красивее но как сделать так чтобы не перемешивались эти палитры по столам не летали они будут на всех столах одинаковые по цветам разобранные по гелям вот и как то надо подумать так чтобы даже если они чтобы перемешалась перемешались можно было утром быстренько так пробежаться глазами и все на место повесить вот думаю какие у вас предложения есть по этому поводу вот еще что из новостей все пока такие новости надо что-то делать с ультразвуковой мойкой в общем у нас она теперь работает только от сети вот эти кнопочки не работают видите я даже с нее еще не сняла пленочку она уже сломалась если вам и растет и она жужжит циферки показывают их можно переключить то есть поставить нам 380 и там переключить все вот но выключить включить не работает даже когда про протекает это время которое установлено она сама не выключается то есть теперь ее нужно только от сети контролировать самим засекать время она сама не остановится очень обидненько не знаю что с ней случилось все таки если будете брать ультразвуковые мойки мне она очень нравится и по объему и как она работает мне все устраивает единственный момент что когда меняешь воду а меня еще часто и приходится отключать идти переворачивать ее возможно где-то попала вот сейчас секундочку вот здесь вот может быть вода попала вот здесь вот сюда может быть куда-то вода попала и все и там замкнула я даже не знаю это ремонтируется или нет очень обидно пока так работаю клиентка опаздывает уже на 10 минут вот написала ей ответа нет ждем еще пять минут 2 отпустила за час двадцать она поздала на 15 минут и и за час двадцать сделала правда было здесь и база 20 номер и 63 с блестками вот эти два красивых цвета на самом деле уже третье отпустила и на улице темно и макс уже пришел и уже даже шкаф собрал проводилась долго я с третьей девочкой у нее были даже до она не дала мне снять его торопилась убежал 2 часа это долго вот сейчас шкаф покажу чего мы там сделали жужжит вот вот такая вот такая история ну вот это уберется все что века новое сделает дети Дети! Куда-сюда! Давайте, Кэппи-безды тянусь! Эппи-безды тую! Эппи-безды тую! Эппи-безды тую! Эппи-безды Таня и бабуля! Эппи-безды тую! Задувайте! Загадывай желание! Малзу лежать! Мы уже домой идем. Собрались. У нас было собрание семейное было по поводу дня рождения мамы и Тани. Мама, правда, раньше было, но из-за того, что все болели, мы отложили на сегодня. Отметили два дня рождения. Моя девочка. Моя девочка от наркоза отходит. Головой стукается обо всём. Нельзя сейчас. Но врач сказал, если она... Коля сказал, если она сама встаёт, то пусть встаёт. А так таскать её нельзя. Она как неваляшка крутится здесь туда-сюда. Люгенька, иди на место. Куда ж ты поскакала? Стоп, навсегда? Что? Смотри, как она согнулась. Вся уже голова не держится. Продолжает гуся массировать. У нас следующий день. Дождик идёт. Нам с Настей нужно сходить к офтальмологу на запись на сегодня. И потом нужно доехать до налоговой. Ждём такси. Не могу зайти в приложение Яндекс.Такси. Аккаунт мой почему-то не подтверждается. Сколько времени вот я не заходила. И всё, видимо, слетела. Всё, я не могу зайти. Макс сейчас вызвал таксиста и ждём. Мы идём с налоговой. Уже проверили зрение. Нужно будет ещё в понедельник сходить, чтобы скорректировали они очки нам. Вот. И в налоговую. Я говорю, сюда что ходи, что не ходи. Результата никакого. В окошке не приняли. Сказали в отдел камеральных проверок. А в отдел камеральных проверок не записаться. Ну, короче, делайте всё через личный кабинет. Смысл сюда приходить вообще нет. Они по окошкам раскидывают. А с окошек отправляют всё в личный кабинет. Короче, что делать, не знаю. На улице погода отличная. Сейчас дождик кончился. Смотрите, какая красота. Листья жёлтые. А что я вообще пошла в налоговую? Я совсем запуталась. Я кто самозанятый. Вот такую ловушку сделали для предпринимателей с этой самозанятостью. Когда приходишь в налоговую и спрашиваешь, какой режим выбрать, они говорят, мы не можем за вас это решить. Типа, сами решайте. Хорошо. Проконсультируйте тогда по этим режимам. Где что? Они говорят, мы тоже такие. Типа, вот законы читайте сами. И сами это всё либо там бухгалтеров, юристов там кого-то нанимайте. Блин, ну ты только-только становишься каким-то таким маленьким грибочком, постепенно вырастаешь у предпринимателя, ты ещё не знаешь ничего. И у тебя нет возможности на этих юристов и бухгалтеров. Ты сам это всё познаёшь. Вот и получается, что ты идёшь по граблям просто раз в лоб, раз в лоб тебе эта грабля прилетает. Ситуация не очень приятная, но очень поучительная. Вот. И те, кто открывает салон, пожалуйста, 33 раза подумайте. Вообще какой-то бизнес. И не скупитесь на бухгалтеров или юристов, или хотя бы знакомых, кто уже прошёл этот путь. Потому что ловушки на каждом шагу. Ну, мы сейчас с Настей пойдём, как сядем куда-нибудь в пиццерию, или как пиццу как возьмём и съедим. Нужно поднимать себе настроение, а то и так осень какая-то вон хмурая становится, уже нерадостная. Ещё эти проблемы с налогами, с СИП, впору в салон закрывать. Поэтому надо как-то себя развлекать. Сейчас на последние деньги купим кусток пиццы с чаем. И всё проедим. Вон, нам ещё очки новые заказывать нужно. Смотрите, какая прелесть здесь. Телебанки. Она так лежит под лампочкой, загорает. Вся высохла уже. А другая тут мочку вытащила. Прикольно. Новый день. Я на работе. Сегодня у меня рабочий день начинается с педикюра. И я теперь понимаю, что я всегда боюсь оставить где-то очки. И у меня теперь, если раньше, как по привычке, да, мы ходим и глазами ищем телефон, как бы не забыть телефон. Если куда-то уходим, выходим, то сейчас я глазами ищу очки. Как бы мне не забыть очки. Потому что домой тоже приходится брать, если там почитать, даже в телефоне что-то посмотреть, уже зрение подводит. Чувствуешь, скоро буду вот так на веревочке их таскать. Либо как вот так вот на голове. С головой у меня падает. Так, ладно. Все, застилаю кресло. Готовлюсь и жду клиентку. У меня сегодня три клиентки. Маникюр и два. Вернее, педикюр и два маникюра. Маникюр сделала, педикюр сделала, сейчас жду третью клиентку. И позвонила Максу. В общем, у нас с терминалом сейчас проблема. Вернее, не с терминалом, а пока я меняю форму налогообложения. По расчетному счету и по никакие операции проводиться не могут. Поэтому мы сейчас берем наличкой и сдачей со сдачей проблемы. Магазин на вкус Вилл нам уж деньги не меняет. И поэтому у нас крупные купюры, а сдачи дать не можем. Сейчас позвонила Максу, чтобы он принес денежку. Какую есть дома мелочь на сдачу. И сколько эти проблемы продлятся, я не знаю. Когда я закрыла самозанятость и в течение 20 дней нужно подать заявление на переход на ОСНП. Я в тот же день подала. Самозанятости меня сняли в тот же день. А перевести на новую систему налогообложения, не знаю, чего они ждут. В течение 20 дней. Я уже звонила туда, в отдел камеральных проверок. Я говорю, вы, пожалуйста, рассмотрите мои заявления. Я говорю, если нужна проверка, то проверьте. Я говорю, что-то нужно сделать, потому что работать надо. И терминал пока отключила, потому что все доходы сейчас... Пока нет никакой системы налогообложения. Может быть, они задним числом подключат. Потому что там заявление такое, что в связи с утратой налогового режима переход на другой. Я так понимаю, что там со дня подачи заявления. Но это не точно. Потому что бывали случаи, что у кого-то отказывали. И поэтому я не знаю, что делать. Как принимать оплату? Ну, на всякий случай убрала терминал. Но, блин, так долго тоже не может продолжаться. Потому что это неудобно. Уже все привыкли карты оплачивать. А тут теперь наличка нужна. Так что вот такие дела. Если кто в теме, подскажите, как вообще это все происходит? С самозанятости, с НПД на ОСМ перейти? В какие сроки вообще это все происходит? И что делать с оплатами? Я же не могу остановить вообще работу салона. И как принимать оплату? Вопрос. Спасибо, что заходите на канал. Смотрите видео. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok